23 октября на заседании законодательного собрания в первом чтении были одобрены основные параметры проекта закона об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. По словам министра финансов Ульяновской области Екатерины Буцкой, за последние пять лет объем доходной части бюджета увеличился по сравнению с 2014 годом в 1,8 раза. И 2020 год не стал исключением. Налоговые и неналоговые доходы запланированы в объеме 49,8 миллиарда, что по сравнению с первоначальным планом на 2019 год выше на 5,5 миллиардов рублей. Еще до заседания лидеры фракции обозначили свои позиции и круг вопросов, которые, по их мнению, документ раскрывает не полностью. Мы сегодня рассматриваем важнейшую часть бюджета, прежде всего доходная часть бюджета. Прежде чем мы подойдем к расходной части, делить, наверное, проще, когда есть чего делить. А вот сформировать доходную часть, это достаточно большая задача. Первое чтение бюджета это всегда рассмотрение доходных статей бюджета, но в принципе это фактически перспективный план планирования. Я буду жестко и четко, заручившись поддержкой своих коллег-депутатов, сегодня говорить об резервах доходной части, о резервах по доходному налогу. Фракцию КПРФ совершенно не удовлетворяет проект закона о бюджете на 20-й, на плану 21-й, 22-й по нескольким причинам. Но в частности мы говорим сегодня о доходной части. Для подавляющей части населения эти термины доходы, расходы, дефицит, профицит, они являются не главными. Главное, чтобы наше население почувствовало реальный рост доходов, увидело облегчение жизни. Вот это задача всех депутатов, ну и, конечно же, нашей фракции. Основа областного бюджета составляют три ключевых доходных источника. Акцизы спрогнозированы в сумме 17,9 миллиардов и составляют 35,9 процента. Налог на доходы физических лиц составит 12,4 миллиарда, что составляет 24,9 процента. Налог на прибыли организации 11,3 миллиарда. Таких сумм областной бюджет еще не содержал, и это вызывает определенную радость. Однако, как оказалось, не у всех. Есть неоспоримые успешные факты, скажем так, увеличения доходной части. Но, несмотря на это, мои коллеги сегодня, что меня удивило, допустим, фракция КПР в полном объеме. Значит, полностью раскритиковали этот бюджет, сказали, что все плохо. Сказали, что, значит, распределение неправильное. Сказали, что они его поддерживать не будут. Я думал, что это шутка. Но они действительно проголосовали все против до одного за этот бюджет. Тем самым, значит, поставили нас в очень сложную ситуацию. Потому что я в своем выступлении четко сказал, мы будем поддерживать Димитровград. Возможно, региональные коммунисты таким образом пытались протестовать. Но, во-первых, непонятно, против чего в данном конкретном случае. А во-вторых, уложиться с принятием бюджета точно в срок означает получить вовремя. И в полном объеме федеральные деньги, которые пойдут на развитие региона и социальные нужды. Стоит ли устраивать протесты, когда речь идет о благополучии жителей региона? И если конкретизировать, красного Димитровграда? Откуда желание загнать в финансовую пропасть соратников по партии и избирателей, поверивших именно региональному отделению КПРФ? Позиция этой фракции вызвала недоумение многих. В целом, ее можно обозначить словами «против всего», даже при очевидной выгоде для граждан. Нападки очень были странные. Например, в части того же самого Димитровграда, где КПРФ заняла первые позиции, было внесено предложение увеличить доходы Димитровграда практически в два раза. Прирост достаточно серьезный. Что в этом плохого, я не понимаю. Почему здесь нужно было вставать в позу и говорить, что нас это не устраивает? Не устраивает сумма, не устраивает что? В результате каких-то конструктивных предложений не было. Тем не менее, межбюджетные трансферты из областного бюджета в будущем году увеличатся почти на 3 миллиарда по сравнению с 2019 годом. Кроме того, все виды финансовой помощи муниципальным образованием нашего региона сохранены и по всем направлениям рост. Только на реализацию проекта поддержки местных инициатив в следующем году предусмотрено 180 миллионов рублей. Эти средства позволят муниципальным образованиям повысить гражданскую активность населения и решить конкретные вопросы местного значения, а также выполнять социальные обязательства. Более 70% этого бюджета тратится именно на социальную часть. Но, к сожалению, не все депутаты голосовали за, например, а фракции КПРФ проголосовали против. Для меня это тоже непонятно, каким же образом тогда и какая логика закладывается обеспечивать эти социальные выплаты, что у нас учителя с врачами будут бесплатно работать или куда-то в другое место нужно было направить эту доходную часть. Но это странно во всяком случае выглядит. Но самое важное, о чем я хотел бы сказать, на этом работа с доходной частью бюджета не заканчивается. После придирчивого рассмотрения документ был принят в первом чтении. Правительству региона удалось ответить на вопросы депутатов. Однако, как верно заметил председатель законодательного собрания Валерий Малышев, впереди рассмотрение расходной части бюджета. А это, как говорится, совсем другая история. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улл. Правды ТВ.